привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть норфл альфа очень крутой хоррор в предыдущей серии мы смогли понять насколько эта игра пробирает просто я не знаю до мурашек на спине мы находимся в бункере времен второй мировой в немецком бункере попали сюда когда искали кейте свою родственницу но в итоге что-то здесь происходит настолько нехорошее что я уже не уверен что мы сами отсюда выберемся живыми конце предыдущей серии нас оглушили мы попали в эту камеру давайте убираться что что это кто это давайте как-то как-то нафиг валить откуда столько воды это все грунтовые воды что ли хорошо лампы обожаю мигающие лампы а еще обожаю когда вы не надеваете наушники ну-ка я быстро надеваете наушники ухты парень ты тут кейте не видел нет что это за звуки это лампу коротит так но здесь все в кровище не очень хорошо выбраться мы не можем и вообще бардак такой что это насколько я понимаю открыть все камеры да давайте почитаем что же здесь происходит записка номер один фрица мейера 23 мая до 1943 года мне просто нужно это написать не уверен что клаус мне поверит подожди мы это уже читали так так крики девочка с коробкой но мы читали то же самое от лица кехлера и это очень странно что здесь от имени другого человека точно такая же записка но тем не менее давайте попробуем дернем я не совсем уверен что это хорошая идея на имеем что имеем ладно аккуратненько нам нужно а вот она как раз лестница вниз но раз такое дело давайте посмотрим что нет ничего нет хорошо что мне это дало что я нажал может это открывание дверей может тут дверь была не знаю кто же знает парень меня на самом деле беспокоит что ты тут сидишь но вроде как ты и опасный псих да или кто-то вообще что ты тут вообще делаешь это же твою мать он полностью поехавший что у нее с головой беззвучно кричит идите что кто-то хочу что происходит вообще чей голос я слышу кто-то говорил пожалуйста пожалуйста я не думаю что это лучше затея идти туда но мы пойдем еще и не уверен что это хорошая затея открывать эти двери но мы открою так вот ты парень я точно не нужен всяким поудобнее что-то вот вот так хорошо я хочу забраться вот сюда и просто тут жить но нет придется идти вперед на 1 тик эти как думаете ребята стоят определенно нет путем на так ладно давайте пойдем туда лучше я не хочу сюда идти что-то мне подсказывает что лучше бы я шел туда ух сколько крови на тепло я все пытаюсь удобнее пересесть но когда играю в такие хорроры мне в любой позе то есть мою мать когда кажется что хуже уже некуда нет 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 идите в жопу ни за что вообще никогда так я лучше сюда пойду здесь у меня еще полно путей куда может пройти вот допустим ты что это такое мне кажется здесь сжигали людей просто сжигали людей грёбаные фашисты здравствуй свидание ух ты вот это рожа так ладно придется переться туда как бы в ней хватит шептать чем вышел нет не показалось как вы видите я неспешно это потому что не совершенно не хочется дойти пойдем это у нас спуск вниз да ладно хоть туалет закрыт и что это я так и думал электрический стул твою мать твою мать я же знал но это было ожидаемо так парень давайте сниму с этого нет нет так нет здесь ничего нет совершенно ничего кроме тебе парень генератор просто я не знаю как он вообще работает что-то мне подсказывает что здесь здесь не просто там какие-то призраки и тому подобное здесь до сих пор происходит что-то очень плохое посмотрите на всех этих людей очевидно же что проходит какие-то опыты или мне все это кажется я не знаю так лифт на адрес лак наверху конка достоинно мир закрыта может цепь можно будет как-то разломать хорошо давайте поищем лист понятное дело не работает конечно нам придется похоже идти туда вниз я очень не хочу это делать мне кажется или тут что-то движется эти шепотки это тоже очень хорошо давайте вот так так пойдем туда закрыта так еще камера в этой камере нет ни чего здрасте мужчина пойдемте со мной выберемся отсюда будем жить это мальчик что-то мне все это не нравится а релье и не а и и а потише бы просто потише кстати говорят что-то похожее на склад мне кажется или ко мне только что кто-то подходил она же все ближе да темно офигеть разработчики вы точно знаете что я ненавижу на дающий свет так ладно ножовка это уже хорошо как ты тут оказался так давайте-ка уходим кто-нибудь помнит дорогу я не помню дорогу может мне не надо к тебе идти пошел задницу юрген браун записка 1 этот завод катится к чертям заключенные охрана пропадают люди начинают действовать странно и теперь это сегодня группа охранников 5 если быть точным нас вызвали вниз в блок в складской блок чтобы расследовать то есть чтобы осмотреть одну из камер я был одним из них по-моему два парня слышали какие-то странные звуки из склада номер 17 один из них вошел туда но не вернулся другой снаружи позвал охрану и тут я появился на сцене мы вошли в камеру и сразу же онемели потому что был услышан страшный хохот мы подождали пока кто-нибудь принесет фонарик потому что в камере была тьма тьмущая в этой камере ничего не было видно как у нас появился фонарик смех прекратился и над нами нависла ужасная тишина угрожающий шепот можно было услышать из камеры номер 17 закройте дверь эй есть здесь кто-нибудь выходи или мы войдем сказал охранник рядом со мной напряженно прошло несколько секунд в течение которых мы ждали какого-нибудь ответа я сомневался что что бы там ни было в этой комнате просто так возьмет и выйдет я просто почувствовал что это во всем этом в том что происходит что-то со всем этим сильно не так закройте дверь сказал голос внутри камеры но на этот раз с большим с большей угрозой мы испуганно посмотрели друг на друга не понимая что же нам делать страшная тишина вернулась охранник который держал фонарик включил его и осветил передний край камеры фонарик осветил большую часть камеры но мы никого не увидели без слов он пошел вперед а трое остальных пошли за ним держась очень близко я замер на точке я не мог двинуться то есть я замер на одном месте я хотел пойти за ним но у меня было ощущение что двигаться да хватит шептать там уже что тем более ты я просто хотел пойти но я чувствовал что двигаться внутрь камеры это большущая ошибка не надо я с трудом выговаривал слова что-то не давало мне сказать их после того как они все вошли в камеру свет погас и звук и можно было услышать звук разбивающегося стекла а ужасный хохот снова появился я слышал а дальше к сожалению я ничего какие-то крики от охраны которые вошли но дальше прочитать я к сожалению не могу но я думаю все прекрасно понятно хорошо парень пожалуйста прекрати это пойдем со мной мы можем выбраться отсюда по-хорошему мне надо бы не показалось по-хорошему мне надо бы вернуться но но я иду и дальше твою мать это очень нехорошо я не могу здесь пройти не открывается куда же я иду я же знаю примерно где выход куда же я иду я кстати говоря не знаю где выход твою мать так все нафиг я пойду я пойду обратно если смогу конечно так ладно ладно не паниковать спокойно вроде бы где то направо там выход вроде бы куда то вот сюда отсюда куда то закрыто я же отсюда пришел я пришел через эту дверь я просто вынужден двигаться дальше так ого так ладно хорошо тут у нас пока не доделан но это альфа как вы видите здесь есть моменты которые еще нужно дорабатывать но это не отменяет того что это все очень страшно на пойдем сюда на пойдем сюда на пойдем сюда я все понял по моему по моему кстати говоря сейчас таким макаром мы выберемся куда то в правильное место но я не уверен потому что мы тут везде были хотя вот оно вот смотри мы что-то нашли где это я а я понял где это я смотри это вышел на середину ну я мать твою мать сидишь все ладно допустим перепилили сколько времени интересно займет перепиливать такой цепи часика полтора-два уличный у меня отлично мигающие лампы подвал темнота все как я люблю и знаете что на этом моменте я думаю нужно остановить эту серию потому что я перестрадывал мне нужно минут пять отойти от всего этого играть в это наушниках это реально очень и очень жутко игра просто меня радует и если это альфа то что же будет в полноценном релизе будем надеяться что допилят очень многие моменты как видите здесь еще очень много всего недоработано то есть некоторые двери открываются просто в стены не знаю может так и должно быть конечно радует что не тратятся батарейки и вообще радует что эта игра настолько страшна и в любимом моем сеттинге я люблю бункер и темноту мигающий свет все как надо надеюсь вам понравилось увидимся в следующей серии с вами был Артур всего хорошего пока 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 привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут Артур так что быстро надевайте наушнички мы по-прежнему играем в Нордфол это немецкий бункер в котором происходит что-то совсем нехорошее то есть мало того что здесь полно каких-то странных психов одного допустим только что на наших глазах зажарила на этом электрическом стуле и другие ходят себе спокойненько понятно что дружить с ними все-таки не стоит потому что блин как-то здесь все очень нехорошо здесь очень темно здесь полно мигающих лампочек и здесь реально есть какие-то призраки эти шепотки они просто вымораживают поэтому устраивайтесь поудобнее будем продолжать бояться в предыдущей серии мы перепилили ножовкой цепь которая не давала нам попасть отсюда поэтому давайте спускаться перед этим посетили страшный подвал и сейчас есть ощущение что подвал будет еще страшнее но пока довольно светло окей светло не поддается не открывается хорошо пойдем сюда уже две истории в первой истории один из вертухаев местных говорил о том что видел маленькую девочку с коробкой это было очень странно и очень страшно во второй истории парень тоже из охранников вошел в камеру вместе с товарищами товарищи погибли он как-то выбрался но похоже сошел с ума в общем что здесь происходило в сорок третьем не совсем понятно а потом пришли красные порвали их просто как тузик грелку собственно так фашистам и надо тем более делающим такое мы нашли там камеру в которой сжигали людей фашисты вообще любили там помните из человеческой кожи делать одежду сумочки это исторический факт по моему эти люди были не очень нормальными но мы двигаемся дальше что я думаю это будет новая серия ну ладно тогда это будет в конце второй серии в общем все что мы имеем на данный момент это собственно вот эти несколько примерно сорок минут геймплея но я хочу сказать что это было реально круто то есть ждем полноценный релиз потому что ну это было действительно очень и очень захватывающе и очень страшно я бы конечно хотел побольше мне мало но тем не менее это реально очень и очень мне понравилось надеюсь понравилось и вам я эту серию мини-серию там минутную присоединю к предыдущей так что я думаю все будет в порядке спасибо что смотрели увидимся с вами был Артур всего хорошего пока 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 субтитры сделал DimaTorzok я субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...